На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Бивень». Уоллес, усатый молодой американец, и его пухлый друг Тедди ведут подкаст, где рассказывают забавные истории, пошло, иногда на грани приличий шутят. Они ведут блог, показывая необычные и смешные по их мнению видео. Уоллес рассказывает Тедди об очередном ролике, который кто-то из их подписчиков обнаружил на старом ноутбуке. В видео парень упражняется с самурайским мечом и случайно отрубает себе ногу. Конечно такой кадр заинтересовал нашего героя. Он недолго думая связывается с пареньком, чтобы взять у него интервью. Доморощенный самурай живет в Канаде. Уоллесу приходится отправиться в другую страну, потратив 500 долларов на билет. С ним пытается поехать его подружка Элисон, но Уоллес не из тех парней, кто берут с собой в командировку лишний багаж. Тедди тоже остается в Лос-Анджелесе, так как боится летать. Прилетая на Великий Белый Север и наведавшись к герою видео, Уоллес узнает, что тот умер. Он попадает на его похороны. Расстроенный из-за сорвавшегося интервью, Уоллес отправляется в местный бар, чтобы выпить, позвонить Тедди и пожаловаться на несправедливость. После пары бутылок пива ему захотелось сходить по нужде. В туалете он обнаруживает странное объявление на доске, увешанное подобными листками. Один старый человек предлагает заселиться к нему на ночлег, абсолютно бесплатно. Все, чего хочет хозяин роскошного дома, это рассказывать невероятные истории из своей жизни. Но ведь этого Уоллесу и надо, он ехал в Канаду за невероятные истории для своего подкаста, и он ее получит. Уоллес звонит мужчине, договаривается о встрече. Попутно он покупает напиток в магазинчике, наливая его в неоправданно большой пластиковый стакан. У местных продавщиц парень спрашивает, как проехать по адресу, который назвал хозяин дома. Оказавшись в глуши, Уоллес видит старинный особняк, где проживает старик Говард Хоу. Хозяин встречает его, сидя в инвалидном кресле, предлагает угоститься чаем. Уоллес с удовольствием выпивает пару чашек, слушает росказни мистера Хоу о его встрече с Хемингуэем, отпускает неудачные шутки насчет дома и самого Говарда. Но мистера Хоу сложно смутить. Он продолжает историю своей жизни, полной лишений и трагедий. Когда он был совсем маленьким, его родители убили на его глазах. Говард попал в приют, где над ним издевались, оттуда он попадает в психиатрическую лечебницу. Однако не об этом мистер Хоу хочет рассказать Уоллесу, его занимает другая история. Решив поведать о том дне, когда он впервые познал настоящий ужас, Говард Хоу рассказывает, как он работал поваром на корабле Анастасия, которая потерпела крушение в северных морях, недалеко от Камчатки. Говард, единственный, кому удалось спастись в ледяных водах. Он, держась за спасательный круг, плыл очень долго. Наконец его спас морж. Оказавшись на острове, где обитало это огромное животное, Говард непременно погиб бы от холода, жажда и голода, но морж обогрел его и накормил. Мистер Хоу не успевает закончить невероятную, захватывающую историю. Уоллесу становится дурно, он чувствует слабость, голова тяжелеет, а зрение начинает подводить. Наконец Уоллес понимает, что все из-за чая. Он пытается что-то спросить у хозяина дома, но не может, и теряет сознание. Пока Уоллес был в отключке, выясняется, что он не такой уж плохой парень. Он любит Эллисон, которая была с ним еще с тех пор, когда Уоллес был неудачником, не способным обеспечить себя. А вот того самого Уоллеса неудачника он не любит. Возможно, именно из-за этого он и становится циничным и беспринципным. Эллисон рассказывает своему парню, что скучает по нему старому, потому каким он был. Ведь он плакал над Винни Пухом, а как говорил ее дедушка, способность плакать доказывает, что у человека есть душа, что отличает его от животного. Уоллес приходит в себя, сидя в инвалидном кресле. Его ноги прикрыты пледом. Мистер Хоу тоже находится здесь. Он рассказывает своему гостю, что вчера того укусил ядовитый паук. Из-за этого Уоллес потерял сознание, пришлось вызвать врача. Доктор обнаружил ногу Уоллеса в ужасном состоянии, она раздулась, и чтобы не допустить распространения инфекции, доктор ампутировал ее. Известие, как и сам вид отрубленной по колено ноги, приводит Уоллеса в ужас. Он не верит рассказу старика, требует свой телефон, чтобы позвонить родным, но мистер Хоу отказывает. Он ссылается на врача, который забрал все телефоны из дома, дабы обеспечить больному покой. За ужином Уоллес узнает, что Говард Хоу может ходить, а инвалидное кресло – обманка, позволяющая создать образ беспомощного старичка. Не способный самостоятельно передвигаться, Уоллес случайно находит свой мобильник по звуку звонка. Ему названивает Эллисон, ведь от него не было вестей уже три дня. Уоллес не успевает взять трубку. Он перезванивает Эллисон, но теперь уже она не отвечает. Девушка жалуется на Уоллеса Тедди, рассказывая, как бывает несчастно с ним. Уоллес же оставляет Эллисон сообщение, затем звонит Тедди, но тот, видя звонок, не берет трубку. Утром и Эллисон, и Тедди обнаруживают на голосовой почте два сообщения от друга, где он рассказывает, что какой-то сумасшедший похитил его, отрезал ногу и держит в глуши в Канаде. Для Уоллеса попытка связаться с внешним миром заканчивается печально. Мистер Хоу бьет парня, костью моржа по голове. Уоллес снова теряет сознание. Если вы хотите выжить, то станете моржом или сгинете навек. Придя в себя, Уоллес видит, что лишился второй ноги, а руки от плеч до локтей пришиты к бокам, часть зубов во рту отсутствует. Языка парень тоже лишился. Теперь он может только мычать, словно животное. Мистер Хоу говорит, что моржи не умеют разговаривать, и поэтому он удалил Уоллесу язык. Он рассказывает парню, что хочет воссоздать своего спасителя, того самого моржа, которого он назвал бивень. А воссоздать он его хочет для того, чтобы у него был второй шанс на жизнь. В подвале особняка есть бассейн с площадкой, так напоминающий тот заброшенный остров с моржом, на котором оказался мистер Хоу. Старик учит новоявленного бивня плавать, готовит к жизни моржа. В процессе Уоллес видит под водой десятки трупов других несчастных, попавших в руки к сумасшедшему маньяку. Тем временем девушка Уоллеса и его друг Тедди разыскивают его в Канаде. Американская полиция не смогла им помочь, поэтому они обратились в местное управление полиции. Предварительно же они опрашивали людей в баре и в сервисе по прокату машин, пытаясь найти Уоллеса. Они боятся, что тот уже мертв. Полицейские же не особо верят в историю о похищении. Учитывая веселый нрав Уоллеса и его страсть к шуткам, они предполагают, что это очередной розыгрыш. Но все же добавляют американца в список пропавших, а Элисон Стедди дают телефон детектива Гила Пуана, который может что-то знать о вероятном похитителе. Встреча с детективом не приносит друзьям облегчения. Гила Пуан уже много лет ищет этого маньяка. Он потерял сон и аппетит, он потерял работу и жену, его сочли сумасшедшим, но Ги не отступился от своего. Он рассказывает, что уже находил трупы людей без нижних конечностей, с пришитыми к телу руками. Когда Тедди и Элисон уже собираются отказаться от помощи ненормального Ги, тот говорит, что однажды видел маньяка, но под другим именем и в другом месте. Вместе с детективом друзья отправляются по следу Уоллеса. Узнав, что тот любит в поездках покупать напитки, в больших пластиковых стаканчиках, они приезжают в магазин, где Уоллес спрашивал дорогу. Продавщицы вспоминают смешного американца с усами. Они дают детективу блокнот, в котором Уоллес писал адрес мистера Хоу, и Ги выясняет, куда надо ехать. По дороге Ги, Элисон и Тедди обнаруживают машину Уоллеса, наполовину затопленной в пруду. Однако самого Уоллеса в ней нет. Ги убеждает друзей, что знает, где находится парень. Детектив раздает оружие, и вся компания отправляется в дом маньяка. Они пока не знают, что происходит в подвале с бассейном, и лучше бы им этого не видеть. Мистер Хоу понимает, что настал час битвы. Он рассказывает Уоллесу, как именно его спаситель, Морж, накормил его, не дал умереть с голоду. Говарду пришлось убить бивня и съесть его мясо как раз перед тем, когда на горизонте показался спасительный корабль. С того дня Говард сожалеет о содеянном. Он считает убитого Моржа высшим созданием на планете, а людей – жалкими и недостойными жизни. Мистер Хоу надевает костюм Моржа, шитый из лоскутов кожи. На голове его крепятся бивни, сделанные, как и бивни Уоллеса, имплантированные ему в челюсть из его же берцовой кости. Начинается битва, полная бессвязных криков и звуков ударов. Все прочие версии бивня погибли от ударов мистера Хоу, а значит, у погибшего Моржа так и не получилось отомстить своему убийце. По задумке Говарда, бой должен быть честным, на равных. Он и не подозревал, что в этот момент по его особняку носится, в панике разыскивая друга, Тедди и Эллисон. Детектив Ги тоже где-то здесь, вооруженный дробовиком. Схватка Моржа и человека в костюме Моржа была яростной, но недолгой. В тот самый миг, когда Эллисон и Тедди находят у Уоллеса бивня в подвале, он убивает старика, разрывая его тело своими бивнями. Увиденное повергает всех в ужас. Уоллес в крови, смотрит на друзей. В его взгляде нет ничего человеческого, только ярость и боль. Он мычит, не способный произнести хоть слово. Детектив Гиллапуан наставляет на бивне ружье, готовясь стрелять. Слышен крик. С того дня прошел год. Эллисон и Тедди приезжают в городской зоопарк, выходят из машины и бредут ко входу. В руке у Эллисон продолговатый бумажный сверток. Они идут словно в похоронной процессии, к загону с одиноким моржом. Но ни в бассейне, ни в его окрестностях, никого нет. Морж прячется в своей пещере и не хочет выходить. Эллисон разворачивает сверток, достает оттуда рыбу и бросает на бетонный помост перед пещерой. Она зовет Уоллеса по имени, пытается заговорить с ним. Тедди же стоит рядом молча. Наконец показывается морж. Он благодарно съедает рыбу, вглядывается в старых друзей, но в его лице они не видят ничего человеческого. Эллисон плачет, вспоминая историю своего дедушки, который говорил, что слезы отличают человека от животного, доказывают, что у него есть душа. Она говорит, что любит Уоллеса. Тедди уводит девушку. В этот момент из глаз моржа стекает несколько слезинок. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok